Всем привет, с вами Ньюсблок Крипто на канале CryptoCommons. О самых важных, самых свежих и самых горячих новостях из мира крипто. Итак, сегодня в выпуске. Binance запускает пары по основным криптовалютам в связке к USDC. Гонконг открывает розничным инвесторам возможность работы с ETF. Интервью с генеральным директором и учредителем Динара о цене биткоина до и после ожидаемых одобрений ETF. Очередной взлом. Кошелек Телкоин потерял больше миллиона долларов. И завершит наш выпуск анализ рынка от ведущего канала CryptoZoros. Оставайтесь с нами. Итак, срочные новости. Binance запускает Solana, XRP, Adomatic и другие крипты в спотовых парах к USDC. Криптобиржа Binance заявила в среду о листинге новых спотовых торговых пар для основных криптовалют, включая такие как Solana, XRP, Cardano, Avalanche, Polkadot и Polygon. Ранее в октябре Binance объявила о возобновлении поддержки нативного стейблкоина USD в блокчейне Polygon. Биржа также сообщила, что вскоре откроют депозиты и выводы для USDC. При этом в середине 2022 года Binance объявила о прекращении поддержки различных стейблкоинов, включая USDC. Вместо этого биржа предпочла собственный токен BUSD для транзакций в виде стейблкоинов. Однако действия SEC по закрытию BUSD подтолкнули Binance к решению о прекращении поддержки BUSD. Но для простого обывателя вся эта чехрада со стейблкоинами на бирже Binance на самом деле не критична. Важным здесь является не то, какой стейблкоин остаётся в парах у Binance, а то, что биржа продолжает своё нормальное функционирование. При этом новые листинги криптовалют, которые раньше были признаны SEC ценными бумагами, только подчёркивает уверенность криптоиндустрии в том, что это не так. Иначе бы биржа, переживающая не самые хорошие взаимоотношения с регуляторами, не стала бы брать на себя дополнительные риски. Так что, читая между строк, здесь мы видим позитивные новости для всей криптоиндустрии и движемся дальше. Гонконг открывает розничным инвесторам возможность погрузиться в крипто ETF. Сделав важный шаг по укреплению своих позиций в качестве развивающегося криптохаба, Гонконг открыл двери розничным инвесторам для доступа к биржевым фондам ETF, напрямую связанным с криптовалютами. Спотовые крипто ETF указываются как мост между традиционными и криптовалютными рынками. Согласно отчету South China Morning Post, Нил Тан, председатель Ассоциации финансовых технологий Гонконга, описывает спотовые криптовалютные ETF как в кавычках «по сути активы ВЭП-3 в оболочке ВЭП-2». И это, пожалуй, самое ёмкое и краткое описание сути биткоин ETF. Но главный вывод здесь совсем в другом. Азия выступает впереди, и Гонконг находится в самом её авангарде. И хоть это решение было абсолютно ожидаемым, оно очень сильно начнёт давить на американский сек, вынуждая его прекратить дальнейшие переносы по решению одобрения имеющихся заявок. В общем, ждём начала января и закупаемся попкорном. Кстати, на сегодняшнем проливе возможно закупаться не только попкорном. Но не забывайте, не финансовый совет. Продолжает наш выпуск интервью соучредителя и генерального директора компании Лоренс Латимир Динара, где он делится своими размышлениями о том, насколько ожидания одобрения заявок ETF уже включены в цену биткоина, и каким образом биткоин себя может повести после их одобрения. Давайте послушаем. Лоренс, спасибо, что сегодня заглянул к нам. Расскажи нам, в чём так важны спот биткоин ETF? Я за ними слежу уже многие месяцы и вижу этот энтузиазм вокруг них. Скажи, пожалуйста, будет ли возможное одобрение 10 января событием продавай на новостях? Да, прежде всего спасибо, что пригласили меня. Но говоря об этих одобрения биткоина, точнее спот биткоин ETF, реальность в том, что большая часть, как вы сказали, этого энтузиазма, этого внимания, значительная часть движения цены уже включена в эту цену. Вот что мы думаем в нашей динаре. Но при этом всё же это будет очень крупное событие для индустрии. Ведь работа по некоторым из этих заявок для крупнейших компаний происходила на протяжении более двух лет. Таким образом, это будет действительно огромное событие для индустрии с точки зрения так называемой институциализации цифровых активов, а также всё большего их распространения в мейнстриме. Но мы допускаем, что есть определённая опасность в том, что движение цены, которое очень многие так ожидают. В большей степени уже включено в цену. Хорошо, и вместе с этим, если подумать о том, что будет в продолжении после принятого решения, мы увидим скачок из-за притока капитала. Но что будет потом? Что будет происходить после этого? Каким будет для нас правильный уровень, устоявшийся уровень после того, как значительное количество капитала начнёт поступать в класс рисковых активов? Да, что ж, мы сделали предсказание нашей компании для 2024 года, и оно чётко ложится в то, что происходит. Мы считаем, что, конечно же, будет происходить значительный рост, но по всей индустрии. Общая капитализация цифровых активов в октябре остановилась около 1 триллиона долларов, а теперь она около 1,6 триллионов. Мы думаем, что к концу 2025 года мы будем около 2,5 триллионов долларов общей капитализации. Поэтому, если взять среднее по всей индустрии, это будет примерно 50%. Для роста цены криптоактивов, включая биткоин. Естественно, вся эта история с одобрением ETF образует дополнительный спрос, обеспечив хорошую поддержку для роста цены. Кроме того, мы наблюдаем оптимизм с точки зрения регулирования, а также решений, которые ожидаются к принятию в 2024. Но кроме того, у нас ожидается ещё событие халвинга. Это техническая часть, которая по памяти ожидается в апреле, которая традиционно также оказывает положительное давление на цену. Да, кстати, глядя на это с исторической точки зрения, это является огромным историческим бычим катализатором. Ведь в буквальном слове, этот процесс по исключению из рынка слабых рук в индустрии майнинга биткоина. Ведь вознаграждения сократятся вдвое, что подводит нас к теории о том, что предложение для биткоина, по крайней мере, сократится. И какое-то время оно будет фиксированным. Но говоря о том, где мы находимся в цикле для крипто. Ведь похоже, что уверенно мы находимся в криптовесне. А криптозима определённо находится в зеркале заднего вида. Опять же, исторически мы знаем, что обычно крипто, лето и весна длятся несколько лет. Как ты думаешь, мы действительно находимся в начале очередного цикла? Да, я на самом деле согласен, что одобрение Spot Bitcoin ETF станет официальным гвоздём в крышку гроба предыдущей криптозимы. Так что сейчас мы находимся в новой фазе развития, а также и распространение индустрии цифровых активов. Так что я думаю, так что, по крайней мере, для меня 2024 год будет историей о широком распространении среди институционалов. Что также будет стимулировать появление всё большего количества позитивных заголовков в СМИ. Что станет хорошим и добрым изменением движения для всей индустрии после тяжёлых 18 месяцев. Лоренс, большое тебе спасибо. Было интересно и познавательно. А мы, дорогие зрители, движемся дальше. Компания Тилкоин после того, как её платформа подверглась взлому, отреагировала быстро. Но осадочек остался. Тилкоин, разработчик финприложений для мобильных устройств, подвергся серьёзной атаке на своей платформе. Эксплойт привёл к несанкционированному выводу со счёту в пользователей более 1,2 миллиона долларов. Что было подтверждено компанией по блокчейн-безопасности PackShield, а также обсуждениями на форуме сообщества в Дискорде. Компания уточнила, что эксплойт был связан с реализацией прокси-сервера кошелька на Polygon. Дальнейшее расследование показало, что основная причина заключалась в механизме взаимодействия кошелька с блокчейном Polygon. Компания разработчиков Тилкоин усердно проработала над выявлением и исправлением этой уязвимости. Но более того, сама Тилкоин пообещала восстановить прежние балансы всех затронутых кошельков. Дорогой зритель, позволь тебе спросить, какой главный вывод из этого можно сделать? Я уверен, ты догадался. Только собственное хранение, никаких кастодиальных кошельков. Ведь золотое правило в мире крипт звучит так. Не твои ключи, не твои монеты. И завершает наш выпуск аналитика происходящей ситуации от Джорджа Танго, более известного как ведущего канала CryptoZoros. Джордж, на днях рынок немного поколбасило. Не то чтобы тревожно и не такое видели, но побольше понимания не помешало бы. Будь добр, расскажи, что это было. Ребят, привет. Хочу всем напомнить, что если вам кажется, что недавнее падение было ужасным, то вероятно вы не прожили предыдущие циклы. И я говорю про бычьи циклы параболического роста, а не криптозиму. Да-да, всё верно. Если вы пережили цикл 2017 или 2021, то вы все должны хорошо помнить, что был рост, 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 бесконечный рост, верно? Но помните ли вы те дни или даже недели, когда у нас было падение в 20% и даже в 30% и даже падение в 40%? И всё это во время параболического роста вверх. Повторюсь, не во время криптозимы, мы это тоже видели зимой, но даже во время бычьих забегов у нас были значительные спады. Ясно? Это абсолютно нормально. И недавнее падение это не крупное падение. Так что, ребят, продолжу вам напоминать о том, что спады это норма. И в текущий момент у вас нет никаких причин для того, чтобы пугаться таких спадов. Особенно с учётом того, что мы заступаем на 2024. Так что в эти дни, когда у нас появился небольшой спад, некоторые насторожились. Ребят, это идеальное время докупать. Любой спад в настоящее время, в направлении к 2024 и 2025 годам, это великолепные возможности для докупки. И вот что я и сделал. Залез с небольшим плечом, потому что я такой, ведь это ненадолго. Даже если мы спустимся ниже ещё на чуть-чуть, я просто продолжу докупать. Ничто не заставит меня передумать о том, насколько фантастическим будет 2024. Вау, Джордж, как это вдохновляюще! И хоть это на 100% не финансовый совет, звучит это чертовски убедительно и позитивно. И вот на этом позитивном моменте быстро ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал и напишите в комментарии, что вы на этот счёт думаете. Мы всё внимательно прочитаем и учтём в следующем выпуске, до которого мы с вами прощаемся и желаем вам удачи. Всем пока!